Ну все, осталось только не сдохнуть от холода, блин, по дороге. Ребят, если вы увидите это видео, то значит все с нами в порядке и мы выживем. Берем ботинок. Мокрый ботинок. Это главное. Дамы, господа, добро пожаловать в Москву. Всем привет. Сейчас мы находимся в Архангельске с диваном. И с этого момента начинается наше маленькое путешествие. По транспортировке нашей тачки из Архангельске пускай в Горный Алтай. Ну почти. Сначала до Новосиба там уже полетели. Я сейчас у нас буду знакомствовать с новым автомобилем. На все про всем потратили 5,5 часов полета и 7,5 часов ожидания. Ну то есть 2 часа мы ждали, остальное все влетели. Сейчас нас где-то тут встречает белоснежная Делика. А вон она, блин. Они тут все белоснежные. Издалека прям вообще зачетно смотрится. Такая вся. В японских надписях джалу. Бла-бла-бла. Летет тоже симпатичное. Так, ну тут такая аренда квартиры небольшая. В принципе все уютненько. Сколько? 1200 в сутки, да? 1200, да. Вот, к счастью, у нас остался, так сказать, джентльменский набор. Тут только лапша, соль, так, по мелочевке. Но яблоки, печеньки пригодились. Завтра сгоняем в магазин. Тут потому что круглосуточных поблизости нету. Ну так, в принципе, нормально все. Ребят, красное и белое. Все дороги, какие бы ни были у нас на путях, идут. Красное и белое. Даже в Архангельске. Мы его специально не искали, оно само нас нашло. Первое место, короче, за два года этих ковидных мер, или даже три, где я прям чувствую себя ущемленным без этих кукукодов, грядки. Но, благо у Димана все документы ровные, в отличие от меня. Поэтому на выносы это берем. Ну и у них тоже посещаемость угрядок упала на 30%. То есть, говорят, ощутимо. Северная Двина. Или Двина. Как там ударение. Архангельске, конечно, очень крутая набережная. Лавочки, все красиво. Статуи всякие. Ну и вообще, просто приятнее идти, чем по той же Новосибирской набережной. Ну, как минимум, тут есть большой объем воды. Сейчас ее та собака съест, вон. Та, которая стоит домой, просит вон ухода. Вороны. Ворона одна из особенностей, которые, по крайней мере, заметно. Голубеют тут вообще очень мало. Собаку одну и видели, кошку одну. А воронья тут как бы вон они летают. Почему? Пока непонятно. Ну, как бы вот он, это немножко покосившийся дом, но он все-таки жилой. Вот. Есть и такие дома тут у вас. В Архангельске сосульки. Пол с пола автомобиля. Вот, сожженные здания. Это будущее сожженных здания, скорее всего, судя. И вон тоже сгоревшие здания. Так что их проще сжигать, чем демонтировать. В пылевой стороне. Отдовер кишет. Все как надо. Канеки грузают, помилают. Фид-сервис в Архангельске ответственно относится к его руку как всему. Как клиентам, так и работникам. Ремень приводной. Первый подземень. Растресканный. Мне тоже трещины пошли выру по этим. Тут такая же старая ремня. Все, короче, поднимем. Я не знаю, было ли у них так, по заводе. Возможно, кто-то уже ремонтировал наконечники и переделал под маслом. Все, осталось только не сдохнуть от холода, блин, по дороге. Все, короче, наше путешествие по Архангельску почти закончено. Номера получили. Машина в хорошем состоянии. Так что доедет. Сейчас небольшой закупить в виде лопаты троса масла на всякий случай. И погоним до Котласа. Да? Или Котлас. Или Котлас. Да, оттуда у нас первая точка. И оттуда уже подталкиваться дальше. По планам до Екатеринбурга. Сразу с него чисто. И все. И в сторону дома. Так что, погнали. Один из вариантов доехать до Новосибирска, это через Ярославль. Федеральный же, да? Да, через Волоку и что-то там еще. Ну, это плюс 400 километров. Если даже не 500. Так, ты же очень много. 500. Но через Котлас на 500 километров срезаем. Но скорость у нас чуть меньше, чем по трассе. Половина будет грунтовки. Пока асфальт. Но места будут из пейзажного. Доли реки. Следующая ночевка у нас в пункте Котлас. И, короче, забыли, что просто случайно так получилось. А мимо красно-белого, когда проезжаешь... Мимо него не проехать. Поэтому сейчас Диман покажет лайфхак. Как открыть? Как открыть? Давай. Берем ботинок. Мокрый ботинок. Это главное. Ну, как бы, что-то я не верю в это. Знаешь, при мне, Ренат открывал шампанское стаканчиком со стеклянной ножкой. Стеклянной ножкой открыл. Но он так же бил по нему? Да. Надо вызвать Рената. Так как с ботинком все это фигня, будет произведен 100% проверенный вариант. Аренда в этой квартире обошлась в 1000 рублей. За все про все на новые дома. Они такие пятиэтажные. Тут по стандарту два спальных места. Это все, естественно, раскладывается. Телевизор. Савдеповское кресло. Холодильник. Санузел. Стиральная машинка. То есть классический вариант. Ну и, естественно, плитка, микроволновка. О, почти получилось. А, тут даже балкон есть. На первом этаже. Который. О. Который даже работает. Привет. Утро нового дня. Стартовали почти. Как по планам 8.30. По планам в Екатеринбурге быть в 5 утра. По отделам торжу надо преодолеть 1400. Постояние. Могода хорошая. Через 600 метров вы верните направо на улицу Черкова. Метеоусловия отличные. Так что, погнали. Поезжаем в такое интересное место под названием Семейное поле. Вот так выглядит Семейное поле. Как бы такое название себе. Так себе название. Вот он вход в Семейное поле. Ребят, если вы видите это видео, то значит все с нами в порядке и мы выжили. Я просто за 12 или за 11 лет своего вождение первый раз сижу на правом гуле и на автомате. Это реально. Я слышусь прям в такой скованной. Тем более все на трассе происходит. Ну, в принципе, интересно. Газ тормоз, но все равно. Такое легкое скованность. Так что, надеюсь, вы посмотрите это видео. Я его смонтирую, не доедет. По пути следования в Екатеринбург взяли квартиру. Прям в центре города. Эта стоимость уже составила 2000. Здесь дешевле, в принципе, не было. Пока ехали, звонили, звонили. Никто отрубку не взял. А, туда балкон с видом на решетку. Даже дерево живое. Рядом с домом есть платная парковка. 200 рублей в сутки. Потому что местная для приезжих закрыта. Рядка по-пекински. Покидаем город Екатеринбург. Прекрасный, красивый город. Особенно ночью со всей этой подсветкой. По окраинам, конечно, так себе. Но центр прекрасен. Что особенно сформировалось? Это скульптуры. На Тунной. В разных местах. Также в каком-то центре. Что скажешь, Дима? Я скажу, что я Сане больше не буду звонить, если у меня на следующий день какой-то будет в дальнейшем. То есть Саня это на два дня, а не на один день. После Саня должен еще день отдыхать. Саня это один из наших людей, который с нами ездил в классное место. И там подружились. Дальше у нас по планам Омск. 950 километров. Посмотрим, попробуем доехать с Омска. Стартуем уже все в Новосибирске домой. И вот мы на финишной прямой. Последняя квартира в Омске. 1300 рублей. Нашли ее со второго раза. Она рядом с обездной. По Новосибирскому тракту находится. Выглядит все это вот так. Это самая... Ну, как... Одна из чистых квартир, которая как минимум просторная. По сравнению с остальными. По квадратуре мало, но по площади интереснее. Два дивана. Телевизор. Стандартный набор. Wi-Fi, холодильник, телевизор. Удобство. Обычная стоковая. Все таки круто, когда зимой тепло, погода в диапазоне от нуля до минус 4. Нету грязи и слякоти. В Архангельск мы прибыли во вторник. Сейчас у нас суббота. Омск. В Омск приехали минус 10. Был уже прямо ощутимый холод. И как-то за это время я от него отвык уже. Сейчас у нас минус 13. Поэтому все, что было в европейской части России, тепло и заканчивается. Надо привыкать обратно к сибирским морозам. Сейчас у нас часов 9 утра. Старт до Омска. Трек 600 километров. Орентироваешься на прибытие домой. Часов в 9, 8, 10. Там как карты лягут. Будь добр. Выполни ее сам. Все, ребята. Мы в Новосибирск едем по Кургинскому мосту. Суббота. Наше маленькое путешествие практически подошло к концу. Проехали вообще сложности сколько? 3700. 3700 километров. За 100 километров, в которых я сидел за правым рулем, все-таки не зашло. Не мое. Не получилось, как бы я хотел. Поэтому Диман крепился, держался. Все это время проехал. Было интересно. Дорога хорошая. Кроме новосибирских додорог. Что там еще? Что еще? Всем спасибо. До свидания. Скоро возьмем еще одну тачку. Но это не точно. Так что остальные видео с этой беленькой великой уже будут на Алтай. До новых встреч. Кстати, машина. Дизель старый. Тачки 30 лет. Двигатели контрактные. За это время не подлили масло. Все жижи на таком же уровне, на котором был произведен старт. Машина доехала. По подвеске все нормально. Никаких косяков не было. Так что все отлично. Расход средний был 11,2 при подсчете. Не дымит, не пердит. Тяга. Есть. Все крутит. Все работает. Отлично. Проблем не было. Спасибо. Продолжение следует.